ну куда ты полез бахадай всем доброе утро там муж просто сзади он думает что с ним ему надо у нас на улице знаете не то что дубео но холодео такое прям знаете 12 градусов всего представляете но сейчас нагреется буквально за час за два до 20 градусов это сто процентов потому что сегодня нет ветра так что все начинаем рабочую неделю посмотрим что она нам принесёт наконец-то мы теперь можем продвигаться спокойно без того что нас остановят полицейские на досмотр скажем так потому что наш город открыт вообще почти все города в испании открываются потому что у нас ситуация намного лучше как говорится вчера все по всей провинции гранаты всего 78 зараженных будем держать пальчики но это знаете до поры до времени у нас тут намечается праздник 28 числа день андалусии это регион в котором мы живем вот после него и начнется четвертая волна после того как все на праздники сходят на пляж ну ладно хоть пока передышка до 28 числа без вот этих вот знаете контролей едешь в один город так и думаешь остановит не остановит видишь другой тебя остановит место у меня даже не в этом дело 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 в том что я забываю чарли пристегнуть чарли бы это потратить вот потому что он так у меня под ноги никогда не лезет и я его забываю пристёгивать и я боюсь что мне вот за это штрафанут но узнать пару раз останавливали он там сзади попрёхивал немного наверное никто не заметил что он у меня не пристёгну тут я не знаю мне по моему не очень охота на работу а надо я сейчас в лиддл заехала ой тыкву про тыкву не забыть смотреть уже эти появились как называть ну вы поняли да 350 правда дороговато а вот подруги мои тани танюшенька смотри селедка там это я в салаврине вот она селедка есть может быть и у вас в льму некори появились а тут я еще обещала показать творог а вот где он есть того то вот вот творог я уже сто раз показывала так он выглядит вот видите он зерно зерновой такой зернистый это обычный а есть еще облегченный видите он вот такой вот кесу фреску грануладу зернистый это light не знаю сколько там жирности процентов вот 200 грамм стоит евро а это дата как творожная масса не то а вот этот прям вот творожок вкусненький очень прям замерзла так я так замерзла скажешь так я за тыквы пришла кстати вот этот кефир тоже обалденный как и сметану я беру валькам по есть вот такой кефир био может взять я в этом курочка ручку и какие планы есть на выходные и вот надо мне блин я так замерзла чтобы такого вкусненького взять а это рулька учет их столько много запеченная в духовке по 3 39 я рульки не очень люблю гночи томаты моцарелла но это гночи это вот как наши ленивые вареники с картошкой вот такие тоже люблю эти тут знаете со скидками все вот например было 6 29 а стало 4 40 хамон сыры колбаса что-то даже без названия за рубль можно поковыряться так а я приехала за тыквой вот что такое пицца какая-то гляньте господи чипизденчик какой-то за и евро нифига себе нифига себе ска пойдемте посмотрим что тут привезли на днях по понедельникам бывает завоз всякий вот это вот мужа сюда надо показать что-то всякие для него шурупы привезли такие тоже интересные две штуки 229 о 299 3 евро две штуки были не так замерзла вообще а вот розетка который я покупала остались только это вот что для чего это в конце он доску редак а это когда темно ночью включается ли чуть чем таких как уровень я купил нет а вот я тоже хотела знаете это семь евро стоит фотки ставлять интересная тема она у меня в голове кстати кружится сделать фотки и вот вставить и повесить на стену будет мне кажется красиво так пойду за тыквой за тыквой а то вы знаете как уйду без тыквы могу прийти грибочки так и люблю грибочки может взять вот такие вот так чего не рубль 75 дорого мне кажется тыква 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 1 9 есть с тыковкой так что возьмем какую-нибудь это что ли нормально вроде бы в общем для чего купила тыкву смотрите что у меня осталось от как их называть то магдаленки 1 нереально вкусно это просто взрыв мозга легкие но для этого нужна тыква вот кто бы мне сказал два года назад что я буду покупать тыкву да не обсказала вы дураки а теперь я пошла и сама лично купила и это не только для магдаленок господи так же не называются ну не для кексиков но и один буду суп пюре делать из тыквы тоже представляете вообще ой масло вот понадобилось еще лимоны и что еще мука естественно просто не нереально я сегодня две штуки съела остальные муж слопал вчера не знаю два наверное съел говорит я с собой сегодня возьму так что вот так вот так я сейчас буду вот такая вот это вот колючая хотела оторвать вот так а она колючая прям пальцами мне в пальцы в это так надо знать что мне тут посуду помыть я не помыла из под кексиков надо сейчас помыть на обед у меня будут щи блин утром щи в обед щи надо их доесть все таки а потом уже сделаю тыквенный суп я сначала сделала если вкусный я вам потом рецепт но рецепт маффины 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 я вам сегодня забацаю взрыв мозга они мягкие вкусные с шоколадом в общем ладно приступим к мойке посуды а щи разогреть две минуты сейчас кусочек себе хлеба бородинского достала с горчичкой или с хреном в общем с чем-нибудь но бородинский хлеб очень вкусно с щамика да знаете сейчас чем займусь в общем у чарли уже давно обратила внимание что у него хвост длинный и волочится по по дороге по дороге поэтому я у меня здесь есть ножницы вот которыми я не пользуюсь ну как пользуюсь старый найти надо бы их и вот сейчас я ими стригу чарли хвост вот этими я сейчас стригу всех волосня какая-то прилипла а вот эти мои старые это можно сказать мои первые ножницы вот они в чарли перешли у меня еще вот такие есть но это знаете от машинки хотел сказать швейной от машинки господи мужская тому же машинка где расчески так что вот сейчас я его вот стригу маленечко а то прям хвост у него торчит торчит не трясись ничего не так но дпи асси красивенько все было и ровненько а то что это вам парикмахер а сынуля страшненький что все говорили ой какой красивый мальчик побежал да 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 ну прям подумаешь там чуть-чуть тебе вот вот видите он какой тронуть нельзя сразу пищит сразу страдает тронуть нельзя сразу жалуется а тут говорите бить куда-то бить какой бить его даже вот так пальцем чуть-чуть за день уже сразу меня тронули ну больно мне больно а чего вы придумаете прибежал он после каждой такой выходки знает что ему предполагается премия ой он даже описался что ли от страха я не трус я не трус но я боюсь твою мать ой не могу да вот теперь так и будет туда бегать парикмахерский салон открыли ой у меня знаете чё случилось сейчас никакую посуду я не помыла потому что кран сломался вот эта штука в общем то ли забилось то ли чё и короче сейчас вода во все щели плет видите чуть откроешь и все она так во все щели льется сейчас пойду короче в китайский магазин зайду по дороге когда гулять потому что невозможно посуду мыть сначала ну знаете как забилось походу потому что включила низа если напор маленький то не включается вода горячая я не поняла думаю вас что он закончился потом вспомнил что мы его недавно совсем недавно его поменяли вот и не мог он закончится пошла в ванны включила все нормально с газом а это потом разобрала этот ну где там надо разобрать а если вот этот набалдажник не включишь куда вы там не смотрите а если этот набалдажник не включишь то вода во все стороны идет крутила набалдажник она все равно во все стороны в общем нужен набалдажник новый ягода малинка поэтому сейчас пойду в китайский зайду соловей мой соловей послушайте послушайте вот какой хвостик красивый а то идет все какашки всю грязь собирает да да а сейчас все будет красивый это единственные парикмахерские процедуры которые я произвожу с чарли видите чуть я начинаю говорить и он начинает а на лето он так облезает что его не надо стричь он сам облезает видите я тут всякие эти достала но так что то тут он живой это у меня там поливалка видите обрезала все желтые листочки как вы мне советовали не знаю удастся не удастся мне его я его сюда поставила чтобы если вдруг ветер то он никуда не мандыкнулся так что этот тоже что то с ним непонятно я не понимаю что с ним не знаю пускай стоят пускай стоят погода замечательная но прохладно сказал бы даже холодно вот конечно не как в России в Москве сейчас по моему 30 градусные морозы идут у нас но у нас тоже хотя синоптики говорят что температура даже выше средней не знаю я мерзлячка поэтому мне всегда холодно экстрати тема творога смотрите видите обычный творог если кому то он покажется как бы жидковат можно просто его отжать на марли но например я когда делаю эти сырники видите прям творог то я просто не добавляю сметаны ну жидкости в сырники какую жидкость вы кладете или на ложку больше это как он называет манки а так вот видите творог обычный вкусный хлопьями манки вкусный хлопьями такой что как надо вот поэтому как бы что в испании творога нет это неправда это то что просто люди не знают испанский я просто много раз говорю не будет же творог в испании называться творогом правильно или сметана не 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 будут же искать люди чтобы на банке было написано сметана это же таки в россии оно называется здесь же вроде как другой язык я кофейку себе заварила и буду есть вот смотрите это мой мармелад я варила из айвы два года назад он не хранится в холодильнике поэтому ничего и моцареллка это у меня перекус такой и кофе чашку кофе юн и пошла я гулять видно за набалдашником надо сходить зараза я где-то был старый набалдашник но я его не могу найти его наверно выбросил ничего стоит копейки красота даже разговаривать неохота кстати несмотря на то что море спокойная но пахнет нереально прям вот йод натуральный знаете такой прям мой вкусный вкусный я обожаю морской запах вкуснятина бегает радуется там с ребятишками сегодня народу не так много рыбаки я вот вижу там вот рыбаки и кто-то с ребятишками еще и все пойду вон туда схожу на это как называется ром пиолос как это не знаю как это называется по-русски чарли вам о чекитура вы как прыгать моя радость красота чарли палочку нашел вернее я ему кинул чарли спера и по-моему знаете чё новую команду знает и научила ему я вернее ей не я на мои клиентки потому что они любят с ним в мячик играть пока я работаю с другим чарли спера бэйн мамон синяк бэйн спираты там просто собаки вот он от них бежит чарли спера бэйн аки бэйн эсфера украши с этой палкой и бэйн аки бэйн пэйн синяк спираты там сзади собаки бегут и вот он от них свою палку драгоценную несет вдруг отберут как же так вон они видите бегут ты не так опс пера суэльта чарли видите видите команда новая я его так не учила а это ой соль то соль то чарли соль то соль то мы видите чем у меня клиенты его научили соль то это как бы брось отпусти вот он соль то чарли соль то мы и антики тинь а ты такой умный туда не будет так играемся ну что вот такой кран я купила за рубль 80 он что-то весь крутится вертится шар голубой туда и сюда и во все стороны вот уже прилепила помыла гору сад посуды зашла купила клубнички блин вот пол гнилую уже дали ну ладно бывает 470 килограмм стоит вот отправила в духовку тыкву на завтра буду все-таки кексики вам завтра снимать рецепт потому что там нужно как бы довести до кума тыкву но я заодно запихал туда в духовку и индюшачьи крылья которые у меня были в маринаде помните такое мин сахи да ух ты две минуты вот так что все это сейчас будет там доделываться а я пойду посмотрю что там не муж прислал за разговоры очень интересно вот так вот отдыхает вот такие крылышки получились но это как бы сказать найти полуфабрикат потому что я завтра еще в шайтан машине доведу их дома чтобы была такая корочка знаете хрустящая а вот и вот такая вот вкуснятина я обожаю такие крылышки это мой ужин и чаек заварила себе стевией я стевию завариваю два раза я один раз так знаете попробовала заварила один раз потом второй раз думаю она еще сладкая почему ее тогда выбрасывать поэтому два раза завариваю как поспел поспели лишний саду у дяди васи поспел авокадик так что у кстати в чай нужно залить вот еще чаек у меня есть витаминный вот так что на завтра у меня будет вот такого завтра будет кулинарный влог я вам покажу как делать суп пюре из тыквы и также вот эти вот маффины они просто нереально вкусные что мы даже я делала пол порции вчера и то есть вот видите на один день нам их хватило и вот эти вот формы они просто идеальны для этих маффинов вот я тут намыла вот классно что я купила в этом у меня там тряпочка в хлорке замачена это от хлорки отвалилась ну и хрен с ней тут уже посуда опять потихонечку набирается так что пошла я монтировать друзья и кушать вкусную клубнику сейчас очень вкусная клубника чарли кушает и я пойду кушать а с вами я прощаюсь до завтра всего самого лучшего всем пока пока